Больше света, больше музыки, больше артистов. В Баку завершился четвертый международный фестиваль «Жара». Здесь такое количество техники, здесь все вживую, профессионально, все настолько круто, что если вы хотите узнать, как выглядит индустрия современная музыкальная, кто самые актуальные имена, кто вообще мастодонты, которые на плаву, это всегда происходит здесь, на Каспийском берегу, здесь на Жарине. Проект успешный, проект, который необходим и Баку, и бакинцам, которые действительно приходят, радуются, получают удовольствие, и артисты, которые приезжают, готовят номера, встречи, расставания, и опять ждешь следующего года. Поэтому мне нравится, что есть эволюция, есть развитие, и хочется пожелать долгих лет жизни фестивалю. Появились новые какие-то точки и сцены, и появился потрясающий бассейн, Роузбар открылся, в котором мы уже прекрасно, очень вкусно пообедали. В общем, конечно, как всегда, очень такая гостеприимная атмосфера, и, честно говоря, в этом году у нас погода, и мне кажется, что нам повезло, чтобы все дни такая погода продержалась, то есть как-то не такой уж совсем изнуряющей жары, прям очень комфортно. Так, к этому фестиваль вообще все очень серьезно, ответственно готовятся, потому что он действительно очень знаковый, наверное, самый-самый лучший, самый яркий фестиваль. Колорит, гостеприимство, теплое море, не знаю, все располагает для того, чтобы даже если кто-то приехал с какими-то проблемами, в плохом настроении, чтобы все изменилось к лучшему, чтобы у всех были улыбки на лице и прекрасное настроение. За четыре дня перед зрителями выступило более 240 артистов. Это и те, чьи имена не сходят с афиш десятилетиями, и те, кто заявил о себе совсем недавно, и те, кто только делает свои первые шаги на сцене. Каждый на жаре нашел своего зрителя. Это интересно, видеть всех звезд. Я тут второй раз уже. Вообще, я впервые на таких фестивалях, и для меня очень интересно будет увидеть, ну, таких крупных звезд, которые, ну, повсюду просто, и которые просто захватили весь шоу-биз у нас, и поэтому, ну, пока что я очень доволен фестивалем. Это интересно, столько звезд увидеть сразу в одном месте, тем более это недалеко от нашего города родного. Почему бы не приехать? В этом году фестиваль запомнился ярким галоконцертом. Во второй день зрители стали свидетелями музыкального поединка Стаса Михайлова и Григория Лепса. В субботу приятное ощущение ностальгии подарило выступление звезд 90-х. А завершился фестиваль концертом «Поколение Z». Так, из прошлого зрители перенеслись в будущее музыкальной индустрии. Безумно счастливо, что меня пригласили. Вы знаете, фестиваль – это всегда классно для артистов, потому что у них есть возможность показать наряды, как ты похудел, что ты напел, что ты наснимал. Ну, то есть, можно сказать, что это экзамен для каждого артиста. Как только едешь из аэропорта, уже высажено зеленое насаждение. Так красиво, люди счастливые. Я желаю вам, дорогие жители славного, чудного, солнечного города, будьте счастливы, будьте любимы. Вы лучшие. Спасибо за теплые, гостеприимные всегда приемы. Наверное, это самый особенный фестиваль, среди всех фестивалей, которые у нас существуют. Во-первых, потому что это Баку, Азербайджан, это хлебосольная страна. Потрясающая команда, которая работает над этим фестивалем. Эмин во главе всего. И уникальный состав артистов, которые приезжают сюда каждый год. Фестиваль старается быть разнообразным, делать какие-то творческие вечера, и артисты перепевают песни метров. Поэтому это очень круто. В следующем году Баку ждет пятая юбилейная жара. В планах у организаторов еще больше яркого и интересного. А значит, фестиваль не прощается. Он говорит, до свидания. Лела Курбанова, Рав Гусейнов, Си-Би-Си.